Несмотря на снег и морозную погоду, на дороге Ханкенди-Лачин уже 29-й день проходит мирная акция протеста азербайджанских экоактивистов. Участники акции выступают против разграбления природных ресурсов Азербайджана и вреда наносимого экологии. Дорога продолжает оставаться открытой для гуманитарных целей, несмотря на все заявления с армянской стороны. Весь гуманитарный груз благополучно перемещается из Карабаха в Армению и обратно. За ходом акции следит корреспондент CBC Шамистан Мамедов и он у нас на прямой связи. Шамистан, какие новости к этому часу у вас? Здравствуйте, Телли. Вы абсолютно правильно отметили, дорога открытая. И я хочу привести статистику транспортных средств, которые воспользовались этим участком дороги Ханкенди-Лачин. Сегодня по этой дороге проехало около 30 машин, а точнее 29 машин, принадлежащих российским миротворцам, это как машины снабжения российского миротворческого контингента, так и автомобили российских миротворцев. Хотелось бы подчеркнуть, что вот ближе к вечеру, ближе к вечеру, значит, по этой дороге абсолютно беспрепятственно, спокойно проехали российские машины. И, как я отметил, в принципе, за день этой дорогой пользуются около 30 транспортных средств российских миротворцев. Но в связи с погодными условиями, из-за того, что на дорогах это лесная местность, это горная местность, и на дорогах возникли естественные затруднения, то есть были трудности в плане логистики. Поэтому, вот, например, вчера по этой дороге проехало всего лишь две машины, но это не имеет отношения к самой акции, это связано с погодными условиями. Что касается мирной акции, вот, несмотря на то, что уже стемнело, и несмотря на погодные условия, как вы видите и как вы слышите, азербайджанские экоактивисты активно принимают участие в этой акции, выкрикивают лозунги против незаконной эксплуатации азербайджанских месторождений в Карабахском регионе, где временно дислоцированы российские миротворцы. И, Телли, мне хотелось бы рассказать о сегодняшнем, о том, что сегодня также произошло на это во время этой акции. Здесь установили новые баннеры, которые отражают тот урон, который был нанесен Азербайджану во время армянской оккупации, во время оккупации Карабахского региона Азербайджана со стороны армянских оккупантов. И среди этих, в этой экспозиции, скажем так, представлены фотографии уничтоженных лесов, представлены спутниковые снимки, сравнив которые, это спутниковые снимки, значит, земель во время оккупации, которые были, и то есть до и после этой незаконной деятельности армянских оккупантов, и можно сравнить, какими были эти территории до этих действий преступников, и какими они стали. Также нам подробно об этом рассказали участники акции, давайте же послушаем о том, почему они решили здесь продемонстрировать вот эти вот фотографии уничтоженных лесов, а также месторождений, которые незаконно использовались уже многие годы. Представленные изображения являются подтверждением разграбления наших природных богатств. Поэтому их развесили именно здесь. Если мониторинговая группа не сможет поехать на территорию, где происходят незаконные действия, то произойдет ухудшение ситуации. Наша цель – проводить мирную акцию. Мы пытаемся сделать все возможное, чтобы защитить наши природные ресурсы и предотвратить их разграбление. Для достижения этих целей специальная группа должна провести мониторинг на территории, где происходит присвоение наших богатств. Будем бороться до конца. Ни снег, ни мороз. Никакие суровые погодные условия не смогут помешать нам. Стоп, я хотела! Пережем природу! Пережем природу! Да, действительно, я напомню со своей стороны, что на ранее оккупированных территориях находилось свыше 260 тысяч гектаров леса. И десятки гектаров леса, десятки тысяч гектаров леса были вырублены. И не случайно, что из полученной древесины изготавливалась мебель, бочки, а также приклады для автоматов. И неудивительно, что мебельная промышленность Армении, которая держала под оккупацией эти территории, она бурно развивалась в годы оккупации азербайджанских территорий. И это вновь доказывает то, что они обогащали свой бюджет за счет природных ресурсов Карабахского региона Азербайджана во время оккупации. Также хотелось бы привести другие данные, например, о растениях, которыми славится Карабахский регион Азербайджана, и, можно сказать, которыми славился Карабахский регион Азербайджана, потому что этот регион славился с 460 видами растений, и 70 из них были эндемичными. И многие из них, просто так как они были эндемичными, естественно, то они не растут в других частях мира, и поэтому азербайджанское государство всегда относилось к этому вопросу с особым вниманием, но из-за того, что эти территории были под армянской оккупацией, и мы не имели доступа к этим территориям, многие виды этих растений были уничтожены, и среди них есть очень ценнейшие виды деревьев. Помимо этого, конечно же, здесь установлены новые баннеры, которые отражают та же незаконную эксплуатацию таких месторождений, как Сюидлю и Вейшнали. Эти месторождения использовались тоже в годы оккупации, но после того, как азербайджанская армия одержала блестящую победу во время Второй Карабахской войны, эти территории были освобождены от армянской оккупации, и этой незаконной деятельности армянских компаний и их зарубежных партнеров был положен конец ТЭЛИ. Спасибо вам, спасибо большое. Шамистан Мамедов подключался к нам в студию. Субтитры создавал DimaTorzok